В конце ноября во всем мире отмечают День Ребенка. Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Это еще одна дата, которая призвана напомнить, что дети нуждаются в постоянном внимании и заботе. Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства праздник тоже не обошел стороной. Ксения Анучина приехала с мамой лечиться в Люберце из Лосина-Петровского. Большую часть времени маленькая пациентка проводит вот в этой игровой комнате. Игрушки и занимательные занятия помогают скрасить серые больничные будни. Мы вот лежали в других больницах, и вот игровая комната как бы только здесь. Мы и в Королеве лежали, и в Мунино лежали. В общем, пришлось нам поездить по больницам. Но здесь нам очень нравится. Содержимое доброй комнаты постоянно пополняется. И на этот раз сюда снова привезли новинки. А пациенты больницы получили персональные подарки, канцелярские принадлежности и материалы для творчества. Смотри еще, какие мы тебе подарки принесли. Здорово! 20 ноября все знают, у нас семейный день ребенка. И мы с моими коллегами из депутатского корпуса города, горского округа Люберца сегодня навестили детей. Мы это делаем на регулярной основе. Я очень рад, что и в наших и больницах, и поликлиниках нашего округа стало комнат таких больше. Это идея именно Московского областного отделения партии «Единая Россия». Я надеюсь, что другие регионы тоже переймут у нас этот хороший опыт. Проект «Добрая комната» стартовал в городском округе Люберцы в конце 2019 года. Кроме Московского областного центра охраны материнства и детства, подобные игровые зоны оборудованы в Малаховской детской поликлинике и в детском поликлиническом отделении номер один Люберецкой областной больницы. Луиза Иеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.